Человеческие останки были обнаружены примерно вон там, в песке, во время работы земснаряда. Но тогда удалось обнаружить только нижнюю часть тела. И сейчас на месте работают спасатели. Жуткая находка была совершенно случайной. Останки подняли с одняком и ковшом вместе с песчаногравийной смесью. По предварительным оценкам им около года. Сходим на берег неподалеку от земснаряда. Здесь уже собираются спасатели, а вместе с ними и свидетели произошедшего. При погрузке было обнаружено остатки человеческого тела. Половина, ноги, ну где-то по живот. Естественно, был погружен к нам в бункер боржи, после чего было принято действие. Действовали по инструкции, сообщили диспетчеру на берегу Челны. Дальше действовали по ее указаниям. Определившись с периметром для поисковых работ, водолазы готовятся к погружению. По всем правилам, на подобные разыскные мероприятия должны отправлять троих спасателей. Здесь их в два раза больше. Но даже это не гарантирует положительного исхода операции. Успешность такой работы примерно где-то процентов, наверное, 10, не больше. Это если нам повезет с местом, если водолазу удастся там обнаружить фрагменты тела рыбака. Ну и плюс еще, если это тело не заилено там уже, видно хоть его там. Потому что под водой видимости, в принципе, никакой. Там на полметра даже не видно на вытянутую руку. Ни водолазы мы, ни спасатели, поэтому и на борт нас с собой никто не взял. Да и сколько продлятся сами работы, пока неизвестно. Но мы будем следить за развитием событий. Александр Акишин, Ильгизар Нуреев. Новости НТР.